Ну а теперь, дорогие друзья, у нас на очереди два мужских полуфинала. И первая встреча между греком Калиникусом Криангой. Он в синей футболке и его соперник Патрик Шилла из Франции. Очень интересным обещает быть поединок, поскольку представители европейского настольного тенниса демонстрируют очень зрелищную игру. В очень неплохой форме сейчас находится Калиникус Крианга. За грехом удалось понаблюдать на прошедшем недавно сравнительно в конце октября Кубке Мира, который проходил в Льеже. Там он не прошел, правда, групповой этап даже, но показал блестящую игру. Уступил в решающем поединке за выход из группы Жану Мишелю Сеева, которого питерские зрители тоже видели и помнят по прошлогоднему выступлению. Ну а что касается Калиникуса Крианги, то он прошлогодний победитель турнира в Санкт-Петербурге. Вот какой розыгрыш подарили нам участники этого полуфинала. Смотрите, здорово забегал Крианга. Подрезал сейчас Патрик Шилла. Ну, многие подумают, что это авантюрно. Нет, очень часто проходила эта комбинация у француза. В матчах самого высокого уровня Патрик Шилла, один из трех французских мушкетеров. Я напомню, что в середине 90-х, если кто-то не помнит, блистало знамятое трио во главе с Жаном Филиппом Гатьеном, победителем чемпионата мира 93-го года. Ну и вот за сборную Франции тогда выступали упомянутые уже Гатьен, Патрик Шилла и Дамьен Элуа. Многие журналисты, да и сами теннисисты в кулуарах называли их тремя мушкетерами. К сожалению, завершил спортивную карьеру Жан Филипп Гатьен. Теперь Патрику приходится практически в одиночку отдуваться. 5-3 он повел. Калиникус Крианга прежде всего известен тем, что здорово играет слева. Подчас даже заходит в правый угол для того, чтобы активно сыграть вращением левой стороны. Ну а сейчас, в связи с тем, что ускорился настольный теннис, заметно. Приходится, что называется, жертвовать этим Калиникусу. И он все чаще и чаще использует топ-спин справа, вращая мяч навстречу вращению соперника. Вот это да! Вот это визитная карточка Калиникуса Крианге. С громадной амплитудой, с громадным замахом выполняет все свои вращения Калиникус. Как справа, так и слева. Вы видите, что никаких шансов не оставляет он своему сопернику. Калиникус выступает за один из французских клубов Ennebon. В то время как француз выступает, и не удивляйтесь, в Бельгии за сильнейший клуб старого континента четырех последних лет в Шар-Леруа. Правда, в прошлом году Шар-Леруа уступил свою корону немецкому клубу Геннерн. Патрик Шилла, кстати говоря, выступает вместе с другим полуфиналистом питерского турнира в Шар-Леруа. С Владимиром Самсоновым. Также в этом клубе выступает россиянин Алексей Смирнов. 7-7. Концовка первой партии. Остается целиком и полностью с Закалиникусом Криангой. Уступал 2-3 очка Грек, но перехватил инициативу. Вот, казалось бы, да, авантюрно исполняет свои топ-спины слева Калиникус Крианга. Но как же часто приносили эти удары ему успех. Нет, здесь не отдастся за Грек. 9-8 он выходит вперед. Да, прекрасный розыгрыш. Греческий теннисист очень нравится российской публике. Еще в прошлом году многие за него болели. Это было удивительно для самого Калиникуса. С сильнейшим боковым вращением сейчас был исполнен удар Калиникусом Криангой. И просто не справился с ним сейчас Патрик Шилла. 10-8, два сетбола у Крианги. На самом деле он выходит из Румынии. Родился в городе Бистрита. Несколько лет выступал за юношеские различные сборные Румынии. Но со временем переехал в Грецию. И уже несколько десятков, можно сказать, лет Грек выступает под греческим флагом. Тренирует его Никас Кастополос. Ну и теперь фрагменты четвертой партии. Две предыдущие партии Грек также выиграл с одинаковым счетом. 11-6 Патрик Шилла пока ничего не может придумать. Ну, посмотрим. В общем, быть может пригодятся ему наставления его тренера Жанна-Клода Декре. Который тот дал промежутки между партиями. Очень мощно играет Крианга. Патрик пытается очень тонко сыграть, умно. Но не всегда ему приносит данная тактика успех. Вот смотрите, хотел точно положить в линию мяч. Здесь не доиграл и перехватил инициативу Крианга, я думаю, без варианта. Хотя, смотрите, что сотворил. Что сотворил Патрик Шилла. Тот самый трюк, помните, в первой партии, который ему не удался. На этот раз прошел, когда он подрезал мяч. И Калинику с Крианга не смог справиться с вращением. Хотя седует на себя. Конечно же, мог он убить, что называется, этот мяч. Отходит, пятится Патрик Шилла от стола. И я думаю, именно в этом его ошибка. Нужно играть, пытаться, по крайней мере, играть на столе с Калинику с Криангой. Иначе ничего не получится. Да, вот так вот, активными блоками со стола. Пытаться вращать мяч со стола. Для того, чтобы пятился уже Крианга. 3-3 Жан-Клод Декре. Наставник сборной Франции. Подбадривает своего ученика. Подбадривает сам себя и Патрик Шилла. 3-3 его подача. Ну и доигрывать же нужно такие мячи. Почему же Патрик Шилла после того, как выполняет первый топ-спин активный, отходит от стола и отдает таким образом инициативу своему сопернику? Вот здесь. И нужно было доигрывать. А он попятился и ногами уже не успел к следующему мячу. К счастью для него, Грек не справился с подачей. 4-4 счет становится. Вот как только начинает нагнетать обстановку француз, все у него получается. Может быть, кто-то скажет, что неоправданно рисковал Патрик Шилла, но ему действительно нужно идти ва-банк. Он уступает по партиям 0-3. Да, да, да. Вот в этом залог успеха Патрика Шилла. 69-го года рождения этот спортсмен. Старше он своего соперника на 3 года. Вот они, вот они, знаменитые топ-спины слева Калиника Сатрианги. В этом аспекте с ним вообще никто не может сравниться на всей планете. Даже пресловутые китайцы. переживает, как и Калиника Сатрианга. Эмоции постоянно не скрывает свои. Ну и, в свою очередь, отвечает ему тем же Патрик Шилла. Очень приятно наблюдать такую картину, когда у теннисистов глаза, что называется, горят. И каждый подбадривает себя какими-то выкриками. Заводит себя постоянно. Ну, 7-7. Нет. Зачем опять сделал шаг назад Патрик Шилла, мне абсолютно непонятно. Вот начал атаку, попятился. А здесь нужно было играть уже на столе. Все чаще и чаще использует подрезки всякие различные. Патрик Шилла уже и справа, и слева. То ли не хочет играть, то ли не может играть. 9-7. Два мяча до победы Калиникуса Крианга и его выхода в финальную стадию турнира. Заработал первый матч-болк Калиникуса Крианга. В первом круге он одолел Адама Линднера, во втором Максима Шмырева нашего, в третьем Роберта Свенсона, затем Жанна Мишеля Сейва. Ну и вот теперь Патрика Шилла извиняется перед соперником, может быть, за какие-то края или задетые сетки. Ну что ж, поздравим Грека, он в финале. В решающем поединке Калиникусу будет противостоять победитель пары Владимир Самсонов, Белоруссия, Зоран Приморец, Хорватия. Будет очень интересный поединок, далеко не уходить.